Несмотря на неутихающие взрывы, бригады по эвакуации вместе с полицией забирают тех, кто всё-таки решил уехать из-под обстрелов. В основном это пожилые и маломобильные люди. Вся квартира, балконы, двери снесены, а я такая больная. Из-за близости линии фронта эвакуация из Красногоровки крайне тяжёлая. Однако полицейским и волонтёрам ежедневно удаётся вывозить от 10 до 20 жителей. Среди них оказался Александр, мужчине 59 лет. У него тяжёлое заболевание ног. Говорит, после начала полномасштабной войны из Красногоровки выезжать даже не думал. Там приспособился жить без воды, газа и электричества. Но за последние недели город регулярно под обстрелами российской армии. Александр решил обратиться за помощью. «Дальше оставаться было очень опасно. Постоянные обстрелы, очень много разрушений по городу, дома горят. Терпел сколько мог, но уже не вытерпел. Пришлось выезжать». Полиция, а потом и группа эвакуации вывезли Александра 19 апреля. Спустя несколько дней знакомые сообщили мужчине. Его дом было прямое попадание. Александра временно поселили в центре для маломобильных и пожилых людей в Днепре. Здесь будет находиться, пока ему не подберут новое жильё. Валентину тоже недавно вывезли из Красногоровки. «Очень сильно стали стрелять. То было так, выстрелят и всё. А это как разошлись. Мы, считай, в кольце живём. Нас окружили. И оттуда стреляют, и оттуда стреляют. И кругом стреляют. И стали дома разбивать». Приходилось постоянно сидеть в подвале, рассказывает женщина. В 83 года осталась одна. В эвакуацию успела взять только самое необходимое – документы и летние вещи. Но о том, что решилась уезжать, не жалеет, говорит, в Днепре впервые за последние два года смогла отдохнуть. «Хорошо, вы что? Хорошо, вы что? А то сидишь в подвале и не знаешь, что сейчас смерть будет тебе». Но даже в такой ситуации не все хотят куда-то выезжать, говорят специалисты по эвакуации. Многих пугает неизвестность, особенно пожилых людей. «Приходится умовлять людей, чтобы они эвакуировались. Приходится уговаривать людей, чтобы они эвакуировались. Потому что, когда мы объясняем, какие условия их ожидают и где мы можем их поселить, они едут». В центре, куда привозят эвакуированных пожилых и маломобильных людей, говорят, по количеству поступающих начали понимать ситуацию на фронте. «Стоит фронт и у нас где-то около 35, ну вот самое меньшее, что было, это 35 человек. Как только фронт двигается, всё у нас до 100». Некоторые эвакуированные остаются здесь несколько недель, некоторые – до полугода, пока им не найдут постоянное жильё. Наталья Гусак, Владимир Шнегелов из Днепра, для телеканала «Фрида».